Криминальный бизнес не стоит на месте. И хотя сейчас мы чаще слышим о киберпреступниках, крупнейшие оффлайновые группировки никуда не делись и по-прежнему держатся на проверенном нелегальном бизнесе, наркотиках, сексе и вымогательстве. Представляю вашему вниманию зловещую пятерку – самые богатые и влиятельные преступные кланы в мире. 1. Ямагути Гуми – самая многочисленная и известная группировка в японской мафии якудза. Ее состра в 35 тысяч человек, а ежегодный доход – около 80 миллиардов долларов. Больше всего денег группировка делает на наркотиках, второстепенные статьи прибыли, азартные игры и вымогательство. А еще немалые средства приносят так называемые разрешения споров, по-русски говоря, разборки. История якудзы насчитывает сотни лет, и ее группировки по сей день строго подчинены единому центру, такого больше нет нигде в мире. Именно поэтому она остается самой процветающей. 2. Солнцевская братва – крупнейшая российская банна. С доходом в 8,5 миллиардов долларов и составом в 9 тысяч человек, она полная противоположность якудза в плане организации. Состоит примерно из десятка полуавтомномных бригад, которые орудуют более-менее независимо друг от друга. Впрочем, ресурсы и прибыль все-таки идут в общак, под присмотром совета из 12 человек. Считается, что солнцевские наживаются на продаже наркотиков и торговле людьми. Кстати, самым знаменитым гангстером и боссом босса в русской мафии на Западе называют Семена Могилевича, помогавшего Солнцевским отмывать деньги, и позже возглавлявшего одну из бригад. Сейчас он в числе 10 самых разыскиваемых ФБР беглецов. За информацию, которая приведет к его поимке объявлена награда в 100 миллионов долларов. Каморра – крупнейшая итальянская группировка, которая насчитывает 111 кланов и свыше 6700 членов в Неаполе и ближайших окрестностях. Итальянская мафия все еще сильна в своей стране, так как до сих пор пользуется защитой органов власти на местах. Каморовцы с доходом в 4,9 миллиардов долларов держат притоны, торгуют оружием и наркотиками, делают фальшивые деньги, занимаются азартными играми и вымогательством. Кстати, в 2011 году полиция схватила главаря клана Косолеси, одного из самых зловещих и влиятельных в Каморе. Он прятался в подземном бункере на глубине 5 метров. Дрангетто – еще одна итальянская банда, которая базируется в регионе Калабрия. Ее состав насчитывает 160 ячеек, а это как минимум 6000 членов Италии и десятитысячный костяк по всему миру. В основном это семейные кланы, связанные узами крови и брачными союзами. Выстроив связи с кокаиновыми торговцами в Южной Америке, они теперь контролируют значительную часть наркотрафика в Европу. Кроме того, специализируются на похищении людей, политической коррупцией и имеют доход в 4,5 млрд долларов. Картель Синало – самый крупный наркокартель Мексики. Насчитывает сотни тысяч человек по всей Мексике и Центральной Америке, еще столько же в ряде городов США. Разведывательное сообщество США называют его самой мощной организацией по продаже наркотиков в мире. Одно время картель назывался «Альянсом крови» и, как видимо, не зря. Хотя название не сохранилось, жестокость внутренних межклановых разборок и сегодня ужасает всю Америку. Подозревают, что имея доход в 3 млрд долларов, картель по-крупному отмывал деньги через известный британский банк HSBS. Конечно, это только приблизительные доходы. Точных никто не знает, но можно догадываться, что они будут в разы больше. А что вы знаете о бандах с мировым именем? Пишите в комментариях!